А сейчас я с удовольствием предоставляю микрофон моему старому другу, замечательному русскому поэту, автору многих песен, Дмитрий Антонович Сухарев. Дорогие друзья, я решил сегодня вот сюда, навстречу с вами, в дом Булата, принести с собой семейную реликвию. Это, вот она лежит у меня в кармане, это фронтовой блокнот моего отца, с которым он воевал, в который он записывал все, что ему хотелось. Он был солдат, рядовой, минометчик, пошел на фронт уже перед Старком, ему было 42 года. И, как многие солдаты образованные, он был с высшим образованием человек, поэтому он очень много записывал во время войны. И читать эту фронтовую книжку очень интересно. Но я хочу сказать, что в ней, как и у каждого, наверное, бойца, говорившего по-русски, было главное стихотворение записано, главное стихотворение Великой Отечественной войны. Это стихотворение Симонова «Жди меня», которое служило как бы заклинанием, как бы молитвой, особого рода молитвой, потому что очень трудно было повлиять на то, как сложится твоя служба, вернешься ты живой или не живой. Но вот Симонов нашел формулу, благодаря которой многим людям было воевать легче. Под некоторыми стихотворениями или песнями написано там «Деревня такая-то, такое число 42-43 года». А «Жди меня» написано почти дословно, как у Симонова. Я хочу прочитать это великое стихотворение. «Жди меня, и я вернусь, Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Тем, кто скажет наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня. Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино Запомин души. Жди, и с ними заодно Выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть скажет, Повезло. Не понять неждавшим им, Как среди огня, Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать, Только мы с тобой. Просто ты умела ждать, Как никто другой. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.